День Победы, 9 мая, праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся в семьи с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подарившим народам победу и вернувшим нам мир и весну. В сегодняшний выпуск программы Кинокаев мы посвятим прекрасному празднику Дню Победы. К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне вспоминаем наиболее яркие и цепляющие за душу фильмы, как классику советского кинематографа, так и российские картины, рассказавшие нам драматичные фронтовые истории. Поехали! Вообще, военные фильмы, я считаю, что это отдельный пласт кинематографа. Военные фильмы каждый режиссер видит по-своему. Для одних военный конфликт – это эпические батальные сцены, для других – непростые отношения людей, живущих в постоянном страхе быть убитыми. Так или иначе, фильмы про войну никого не оставляют равнодушными. Вместе с их героями вы переживаете страх и радость, надежду и отчаяние. И начнем нашу подборку с фильма «Брестская крепость». Историю этого сражения знают многие. 1941 год, 22 июня. Немецкие войска переходят границы СССР, и Брестская крепость, в которой находилось несколько частей Красной Армии, принимает на себя основной удар противника. Событие в ленте описывается с документальной точностью, поэтому, если вы увлекаетесь историей, но не любите читать, хотя это как-то странно, нет? Неважно. Главное к просмотру рекомендуем. Еще один крутой фильм про Брестскую крепость вышел в 95-м году. Называется «Русский солдат». 21 июня 1941 года, за несколько часов до войны, выпускник пограничного училища лейтенант Коля Плужников, бывший московский школьник, попадает в приграничный Брест и в одном из ресторанчиков знакомится с поварихой командирской столовой. Коля и его ночная попутчица Мира неторопливо возвращаются в часть по улочкам Бреста, а утром лейтенант Николай Плужников берет на себя командование гарнизоном и принимает первый бой с фашистами. Когда он окажется один на один с врагом, проводником и помощницей ему станет Мира, прекрасно знающая выходы из крепости. Так, что там дальше в нашем списке? Можно посмотреть мини-сериал «Апостол» 2008 года. С прекрасным Евгением Мироновым в главной роли. В начале войны немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Высадка проходит неудачно, шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в законе, случайно оставшимся на оккупированной территории, погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции чекистам, приходится обратиться к брату-близнецу преступника, сельскому учителю. Тот занимает место покойного в немецкой агентурной сети и вступает в смертельно опасную игру. На самом деле, сериал вызвал у критиков очень противоречивые мнения. Но лучше посмотрите сами и решите, по душе он вам или нет. А в 2011 году, кстати, вышло очень много документальных фильмов о Великой Отечественной. Например, вторая ударная «Преданная армия Власова». Этот советский генерал был на особым счету у Сталина и слыл его любимчиком. В декабре 1941-го вместе с Жуковым и Рокоссовским он был назван спасителем Москвы. В 1942-м вождь поручает ему новую ответственную миссию. Никто не мог предположить, что уже очень скоро фамилия этого генерала станет такой же нарицательной, как имя Иуды. Новая масштабная документальная драма Алексея Пивоварова рассказывает об истории измены видного советского генерала и солдатах его армии, героически сражавшихся, но тоже объявленных предателями. Ну и напоследок можно рассказать о новинке этой недели. Фильм Константина Хабенского «Собибор». Слоган фильма «Цепляет. Подвиг, который мы забыли». Это история сопротивления человеческого духа бездушной машины уничтожения. В октябре 1943-го года заключенная лагеря «Собибор» во главе лейтенантом Красной Армии Александром Печорским поднимает восстание. Единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Кстати, главной декорацией стал воссозданный в полном соответствии с чертежами нацистский лагерь смерти. На сегодня это все. С праздником, дорогие ветераны! С вами была Мария Рунч и Ирина Вашегородцева. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин